Возобновившееся строительство дороги на улице Петухова в Кировском районе от железнодорожного переезда в сторону жилмассива Матрешкин двор ведут сразу два подрядчика. Не так давно эти работы были приостановлены из-за необходимости корректировки устаревшего проекта. На прошедшей неделе в рамках выездного совещания мэр Анатолий Локоть оценил обстановку на дорожном объекте. О том, что работы по возведению новой дороги на улице Петухова к Южно-Чемскому жилмассиву приостанавливались, прецедент уже рассказывал. Речь об участке длиной почти два километра, которого с нетерпением ждут тысячи жителей новых жилмассивов. Проблема дороги выезда – это номер один. Пробки до полдевятого, полдесятого, в зависимости от погоды. Пробка увеличивается с каждым годом в связи с тем, что увеличивается количество застроек, количество жителей. Район молодой, много сюда семей приезжает, поэтому количество машин и транспорта увеличивается. Дорогу в рамках муниципального контракта начали строить в 2019 году, разбив процесс на несколько этапов. Финальные должны были завершить 1 октября 2021-го. Однако уже в ходе процесса выявились неожиданные обстоятельства. В 2016 году был разработан проект строительства, продолжение улицы Петухова. Примая, красивая улица получает. Смогли приступить к строительству этой дороги благодаря участию в национальном проекте. Жилье получили федеральное финансирование. За время 2016 года произошли серьезные изменения. Здесь появилось много очень коммуникаций, и в этом смысле проект перестал быть актуальным. Дорабатывать, а где-то и перерабатывать проект заказчику и подрядчикам пришлось уже по ходу дела. Из-за этого несколько месяцев строительство дороги фактически не велось. Усправили с этой задачей, и сейчас параллельно ведется экспертиза. Два генподрядчика работают, и решается несколько проблем. То есть подхватываются работы, которые не были завершены в прошлом году, а переходящие работы в прошлом году остановились, сделали задел хороший, но и сейчас подхватываются эти работы. Подрядчики в спешном порядке стараются уложиться в отведенные контрактами сроки. Отрезок в 700 метров доделывает ООО «Новосибирскавтодор», а еще 230 метров ООО «Перлицстрой». Наш участок от железнодорожного переезда до 95-го дома по улице Петухова. 15 октября мы должны закончить работы по контракту. Это устроится трех слоев асфальтобетона и часть тротуаров, светофорный объект на 18-м Бронном переулке. Третий этап – «Перлицстрой». Контракт однолетний 2021 года, окончание работы – это тоже октябрь 2021 года. То есть в планах у нас закончить эту работу в полном объеме в этом году. После завершения строительства жители развивающихся массивов Кировского района должны получить четырехполосную дорогу шириной 14 метров с тротуарами и необходимой инфраструктурой для безопасности движения. Городские власти добавляют, что новая дорога будет заканчиваться площадкой для остановки и отстоя общественного транспорта. В дальнейших планах муниципалитета – строительство бульвара. Вопрос финансирования решается. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента.